В этом видеоуроке давайте создадим категории для нашего сайта, как они представлены и на демо-сайте. Давайте еще раз взглянем, как они здесь у нас были представлены. Это большие категории Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка. И в них входят уже более мелкие подкатегории по конкретным странам. У нас есть еще два пункта меню, советы и о нас, которые не входят ни в какую категорию и у которых также нет дочерних подкатегорий. А пункт меню домой, он вообще не является никакой категорией, это просто ссылка на главную страницу сайта. Для наглядности я представил такой список, в котором более наглядно представлено, какие у нас категории имеются и какие подкатегории эти категории имеют. Давайте теперь займемся конкретно созданием таких категорий. Перейдем на наш сайт, наберем в адресной строке localhost.joomla.blog.administrator. Попадем в администраторскую зону нашего сайта. Если потребуется, вводите логин и пароль. И теперь давайте перейдем либо менеджер категорий по данной быстрой ссылке, либо материалы менеджер категорий создать категорию. Теперь нам нужно ввести название категории. Первая категория это у нас категория Европа. Я могу прямо отсюда скопировать ее название, либо можно ввести сюда заголовок Европа. Алиас. Что такое Алиас? Алиас это псевдоним вашей страницы, написанный латинскими символами, и он отображается в адресной строке вашего сайта. Чтобы было более понятно, давайте перейдем на демо сайт и перейдем в какую-нибудь категорию, чтобы понять, что вообще такое Алиас. Ну давайте в ту же самую Европу, которую мы с вами сейчас и создаем, и перейдем. Обратите внимание на адресную строку. После названия сайта мы в адресной строке видим Европа. Европа это автоматическая транскрибация слова Европа, но латинскими символами. Если мы оставим это поле пустым, то у нас будет автоматически транскрибирован заголовок в слово Европа. Если же вы хотите, чтобы вместо Европа отображалось, допустим, евро или вообще какое-то другое слово, то вы можете ввести свой Алиас сюда, но вводить его обязательно латинскими символами. Если хотите категории, вы можете какое-то описание задать, просто написав его здесь. Если мы перейдем по вкладкам, то мы увидим какие-то дополнительные настройки для каждой категории. Но в данном случае никакие настройки нам не нужны. Здесь все настроено как нужно, как и требуется в данном конкретном случае. Поэтому ничего трогать не будем. Нам теперь осталось сохранить эту категорию. То есть мы вписали просто ее название и теперь сохраняем. Если мы нажмем на кнопку «Сохранить», то просто сохранятся изменения. Если мы нажмем на кнопку «Сохранить» и «Закрыть», то изменения сохранятся и нас перекинет на раздел «Менеджер категории». А если мы нажмем «Сохранить» и «Создать», то нас перекинет на создание еще одной категории. Давайте сейчас нажмем для примера «Сохранить» и «Закрыть». Вот, как вы видите, нас перекинуло в менеджер категорий. Вот у нас есть здесь категория, которая только что нами создана, Европа. Она имеет алиэс Европа. Он будет отображаться в адресной строке браузера при переходе в эту категорию. И, кроме того, у нас есть еще такая категория Uncategorized, то есть без категории. Эта категория автоматически создается при установке движка. Ее создаем не мы. И в нее попадают те материалы, которые мы не отнесли сами ни в какую другую категорию. Ну, а сейчас у нас создана категория Европа. И мы приступим к созданию следующей категории. Это категория Австрия. Это уже подкатегория. Она входит в большую категорию Европа. Давайте скопируем слово Австрия. И здесь нажмем на большую зеленую кнопку создать. Вставляем заголовок Австрия. Все отлично. Все готово. Почти все готово. Так как это подкатегория, то есть дочерняя категория, нам нужно выбрать родителя для этой подкатегории. Обращаем внимание сюда, родитель. Родителем у нас будет Европа. Отлично. И нажимаем сохранить и закрыть. Смотрите. У нас теперь точно так же, как и здесь на схеме, понятно. Европа – большая категория. И Австрия – это ее подкатегория. Поэтому у нее такое тире в начале и стоит. Продолжим создавать категории. Следующая у нас Бельгия. По счету идет создать. Бельгия. Сохранить и создать. Следующая у нас Германия. Сохранить и создать. И следующая у нас Ирландия и Монако. Но мы с вами сейчас только что создали две категории, но забыли у них указать родителя. То есть нам нужно теперь отредактировать те категории, которые мы с вами только что две создали. Поэтому давайте перейдем вновь в менеджер категорий, отменим создание новой категории. И посмотрим, как можно отредактировать ту категорию, которую мы с вами только что создали. Вот, например, Бельгия и Германия. Мы хотим, чтобы они входили в категорию Европа, поэтому просто кликаем по ним. Выбираем родителя. Европа. Сохранить и закрыть. И с Германией точно так же. Германия. Входит в большую категорию Европа. Сохранить и закрыть. Теперь все в порядке. Продолжим создание категории. И теперь не будем уже забывать ставить родителя. Нажимаем создать. У нас в следующем. Ирландия идет. Родитель Европа. Сохранить и создать. Монако. Родитель Европа. Сохранить и создать. Следующая категория. Юго-Восточная Азия. Чтобы была покороче в меню, я написал Юва. Родителя у Юго-Восточной Азии нет, так как это у нас такая большая категория. Поэтому сюда ничего не указываем и не трогаем этот пункт. Сохранить и создать. Таиланд. Таиланд уже у нас входит в большую категорию Юго-Восточная Азия. Поэтому мы ее выбираем в качестве родителя. Сохранить и создать. Индонезия. Она входит в большую категорию Юго-Восточная Азия. Выбираем ее в качестве родителя. И таким образом создайте все категории, которые указаны у меня на схеме. Если хотите, для некоторых больших категорий вы можете не 5, а 3 или 2 подкатегории указать. Я включусь после того, как создам все категории, которые у меня на схеме присутствуют. Отлично. Все категории у меня созданы. Проверьте, чтобы у вас все подкатегории входили в нужные большие категории. Обратите внимание, что здесь есть две страницы в данном случае. Поэтому вторую страницу тоже проверьте, чтобы там были нужные категории и все с ними было в порядке. В том плане, чтобы ошибок не было в названии категории. И чтобы нужные подкатегории входили в большие категории, какие и нужно. Категории для раздела «Советы» и для раздела «О нас» создавать не обязательно. Хотя, если мы их создадим, это не будет никакой ошибкой и не будет никакой проблемой. Но материалы, которые входят в эти разделы или пункты меню, мы с вами просто отнесем к категории «Uncategorized», то есть без категории. Но если хотите, вы можете создать и категории для удобства «О нас» и категорию «Советы». Ничего страшного от этого не будет и никаких проблем и никаких неудобств с этим связано не будет. Отлично, все категории у нас созданы, но давайте посмотрим еще, как можно категориями управлять. Допустим, мы создали какую-то категорию нечаянно и хотим ее удалить. Я сейчас создам категорию, допустим, просто «Произвольная последовательность букв» родитель, пусть у нас будет Австрия. Ну вот, я нечаянно создал такую категорию и хотел бы ее удалить. Ищем, где она у нас здесь находится. Если ее у нас нет на первой странице, то вполне может быть, что она у нас на второй или на третьей и так далее странице, если страниц у вас много. Но она у нас находится вот на первой странице и мы хотим ее удалить, чтобы она нам не мешала. Чтобы она нам не мешала, мы просто ставим галочку, выделяя ее и нажимаем на кнопку «В корзину». Все отлично, данная категория у нас удалена. Однако, точно так же, как и в операционной системе, например, Windows, мы, когда удаляем файл, он на самом деле у нас не удаляется. Он просто помещается в корзину, а сам на компьютере присутствует. Точно так же и здесь. Здесь мы сейчас на самом деле категорию не удалили, а просто поместили ее в корзину. Если мы захотим создать категорию с точно таким же названием, допустим, то мы не сможем этого сделать, потому что такая категория у нас уже есть, но она не удалена. Она просто лежит в корзине. Если же мы хотим, чтобы эта категория была навсегда удалена, то нам нужно с помощью фильтра выбрать все категории, которые у нас находятся в корзине, поставить галочку и нажать «Очистить корзину». Если же мы хотим из корзины эту категорию убрать, то кликаем на этот значок «Опубликовать». И тогда у нас сейчас здесь вы ничего не увидите, потому что у нас выбран фильтр в корзине, а данную категорию мы с вами только что из корзины убрали. И если мы здесь перейдем по вкладке «Опубликовано», то вновь эту категорию мы с вами будем видеть. Вот она. Но давайте посмотрим, как же все-таки окончательно удалить эту категорию. Ставим галочку, помещаем сначала в корзину, потом фильтр ставим на «Показать все категории, которые в корзине». Ставим галочку и нажимаем «Очистить корзину». Все, категория у нас из корзины удалена и она не опубликована. То есть ее совсем-совсем нет. Вы можете теперь создавать, если в этом есть необходимость, создавать категорию с таким же именем. И теперь это будет уже возможно. Если же вы не хотите удалять категорию какую-то, а хотите, чтобы она временно на сайте не отображалась, то вам нужно просто снять ее с публикации. Для этого вам нужно рядом с соответствующей категорией кликнуть вот на эту галочку. И, как вы видите, появляется всплывающая подсказка «Снять с публикации». Если вы кликните на нее, то категория никуда не удаляется, материалы этой категории никуда не удаляются, просто они перестают отображаться на сайте. И если мы здесь фильтр выберем «Не опубликовано», то увидим все категории, которые у нас не опубликованы, то есть не отображаются на сайте. Если хотим ее вновь опубликовать, кликаем сюда. Фильтр опубликован. И вот здесь все опубликованные категории и, соответственно, все материалы, относящиеся к этим категориям, являются опубликованными. Итак, в этом уроке мы с вами научились создавать категории, научились удалять категории, научились их немного редактировать. А в следующем уроке мы с вами уже займемся наполнением этих категорий конкретными материалами.